Валентин Глушко Ракетный инженер, один из зачинателей космической эры. Выдающийся композитор Андрей Петров, автор музыки ко многим советским кинофильмам. Этот день 2 сентября считается днем памяти князя Олега, прозванного Вещем. Это был первый русский князь, который вышел на международную арену, заключив письменные договоры с Византией. 2 сентября 1878 года в Санкт-Петербурге открыли свои двери высшие Бестужевские курсы, практически первый вуз для женщин. 2 сентября 1993 года Россия и США подписали договор о создании Международной космической станции, МКС. 2 сентября 1794 года были забиты первые сваи в основании нового города на берегу Черного моря, Одессы. Несмотря на то, что после первой переписи, проведенной в 1795 году, в Одессе уже насчитывалось порядка 2000 жителей, рост самого города начал замедляться. Все из-за указа русского императора Павла I, который, в отличие от своей матушки-густарни Екатерины II, посчитал, что Одессе не гоже быть большим торговым городом. Одесский порт по неудобности его не будет отделываться на такой конец, чтобы быть ему военным портом, а окончится только начатым строением. Так гласил государев указ. Спасли положение одесские купцы. Узнав о том, что монарх планирует вернуть в казну, выделенный на строительство нового порта, 250 тысяч рублей золотом, купцы отправили императору несколько телег с гостинцами, да не с чем-нибудь, а с апельсинами, которые Павел I очень любил. Померанцы, как называли на Руси апельсины, считались страшным деликатесом. Их доставляли в столицу длинные долга по Балтийскому морю. И уже на императорский стол они подавались слегка подгнившими. Для сохранности же одесские цитрусы окурили серые, завернули в вощеную бумагу. От видов свежайшего лакомства Павел изменил свое решение. Не все наврали об Одессе ее горожан. Весьма нужный подарок всей. Через несколько лет новый государь Александр I внес свою лепту в развитие Одессы. Он не только продлил городские льготы еще на 25 лет, но и навсегда освободил жителей от воинской повинности. Городничальником Одессы с неограниченными полномочиями был поставлен француз Арман Эммануэль, герцог Ришели. И в своем выборе Александр I не ошибся. Деньги из городского бюджета выделялись на строительство дорог, мостов, домов, лазаретов. Город расцветал и засаживался привезенными из Италии акациями. Росло и количество жителей, среди которых было много иностранцев. Греки, болгары, поляки, турки, немцы. В течение 10 лет Ришеле неустанно трудился над процветанием лучшей жемчужины в русской короне, как он любяно называл Одессу. И когда ему пришлось поменять свой пост городначальника на должность премьера Франции, то сделал он это с большой неохотой. На посту Ришеле сменил другой француз, граф Андро Ланжерон. Он продолжил начатую предшественникам инициативу, и Одесса на 40 лет получила статус Портофранко, города без пошлинного ввоза и вывоза товаров. Чтобы за чертой Одессы таможенные пошлины исправно взимались, вокруг города вырыли ров длиной 25 километров, глубиной 2 метра. Эту линию границу назвали Портофранковской. Прибыль не составила себя ждать, уже через 5 лет государственная казна пополнилась деньгами, составлявшими седьмую часть всех доходов России. Однако, несмотря на ощутимое процветание города, Портофранко стало приносить и ощутимые минусы. Таможенники просто-напросто не справлялись с валом товаров, наводнивших Одессу. Товары стали проходить через таможню практически без досмотра, а предприниматели стали биться друг с другом за каждый клочок земли. Не дремали и контрабандисты, потери от действий которых составляли ежемесячно от 200 до 400 тысяч рублей. Стоит сказать, что контрабандисты придумали ловкие ходы. Под городским рвом они прорыли свои тоннели, которые соединились с основными галереями, куда беспрепятственно и приносили свои товары. Так, эксперимент с одесским Портофранко был завершен, а разбогатевшая Одесса продолжила цвести и пахнуть уже в рамках свободной торговли. В середине 19 века, во времена правления князя Михаила Воронцова, для Одессы наступил Золотой Вет. А сама Южная Пальмира стала третьим-четвертым городом империи по народу населению, качеству и удобству жизни.